На очередном заседании Тверской городской думы депутаты приняли решение об изменениях в бюджет текущего года, а также рассмотрели вопрос о получении муниципального участка под строительство детского сада. Подробности в нашем материале. Изменения в бюджете коснутся сферы образования, где денежные средства направят на текущий ремонт, закупку мебели, подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровель и помещений учреждений образования. По программе социальной поддержки населения более 220 тысяч рублей планируется израсходовать на оборудование лестницы при входе в среднюю школу номер 9. специальными поручнями и пандусами для беспрепятственного доступа в здания людей с ограниченными возможностями. Увеличены расходы по программе дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери. Дополнительные средства направят на разработку документации объектов автомобильной сети города, который планируется к ремонту в 2020 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также депутаты рассмотрели вопрос об изменениях распространения наружной рекламы в Твери. Так предполагается исключить из правил пункт, регулирующий процесс установки штендеров, складных конструкций, не имеющих статического закрепления. Сейчас они зачастую дублируют вывески, размещаются на улицах хаотично, мешая пешеходам и маломобильным гражданам. Мы хотим привести правила распространения наручной рекламы в городе Твери в соответствии с 89-м запорном области, согласно которому полномочия на выдачу разрешения на фланговую эксплуатацию рекламных конструкций, а также на выдачу предписания и монтажа рекламных конструкций, осуществляет органы государства в Вольстовской области. Еще одним вопросом на рассмотрение стала безвозмездная передача города участка по улице Левитана, 46. Из-за активной жилой застройки в данном районе необходим детский сад. Депутаты поддержали инициативу и предложение администрации о дальнейшем использовании территории. Учреждение на 190 мест планируется построить до конца 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин